всем привет погоды нет охоты нет сидим дома у нас плюс снег весь растаял на выходных были на охоте гоняли пятером зайчика по посадкам вот можно будет посмотреть снег был хорошен то есть накануне в ночь казалось бы идеально и снег закончился где-то часов наверное ну до 12 ночи следов не было заяц скорее всего предпочел полежать нам не осталось ни одного прошли очень много происходили с 9 утра и до 5 часов вечера дома поэтому как-то так на это водоле у нас плюс 0 дождь со снегом в основном дождь снега нет и даже не знаю охоты у нас поэтому сидим дома чистим оружие огнестрел я уже весь перечистил пришло время почистить подводное ружье да их тоже нужно чистить процесс немножечко иной нежели у огнестрельного но он есть и нужно его делать обязательно даже не то что здесь процесс чистки его больше можно назвать техническим обслуживанием делается она ну у кого как кто делает частенько ну в основном частенько надо делать если наверно ты в какой-то агрессивной среде охотишься то есть море соленая вода то есть нужно будет делать на после каждой охоты но кого как ружье я брал с рук но она была хоть ему года три наверно так вот примерно но она больше лежала на охотах был там пару раз но я уже об этом рассказывал скорее всего т.о. этому ружью не делали ни разу поэтому я сейчас буду делать техническое обслуживание пневматического ружья марис министен обычный министен вот по поводу масла что хочется сказать высказать свои мысли как бы читал много я так понял что принципиально какого-то определенного масла здесь нет люди льют кому что как говорится в голову сбредет и мешают обычное автомобильное моторное масло с в дешкой но пополам ну по разному в общем и какие-то силиконовые масла заливают что только в общем не льют и все в принципе работает никто не жалуется все работает у всех все работает поэтому пока я буду разбирать это ружье я выскажу свои мысли по поводу масла чаще всего люди используют обычную а тф то есть декстрон 3 красная идет она а тф то есть трансмиссионное масло получается я тоже сторонник трансмиссионного масла и немного расскажу свои мысли почему именно трансмиссионного они хотя опять же говорю повторяюсь то что у всех работает все примерно одинаково но я так считаю что если вы делаете тех обслуживание ружья часто то в принципе и правда не принципиально какое будет масло если раз в сезон то я бы все-таки и правда заливал именно трансмиссионным маслом но давайте по порядку давайте сейчас начнем разбирать ружье марис мини стэн то есть в сети я не нашел способ разборки именно этой модели мариса но я так думаю что они все примерно одинаковые откручиваем заднюю пробку куда вставляется нас насос для накачки и приготовим сразу линия снимать не буду завязан приготовим такую пластиковую ванночку для слива масла ванночку берем типа шила что-то или тупого гвоздя у меня отверточка вроде должна подойти ставим вертикально и начинаем сливать главное даже не то что слить потому что здесь у нас будет сейчас полная разборка ружья поэтому главное даже больше стравить воздух стравить воздух нужно обязательно иначе это опасно для здоровья так сейчас я возьму какой-нибудь гвозди потому что это отверточку нас точно не подходит и решила какой-нибудь уже пошло не спеша просто как раз будет видно эмульсия здесь скорее всего здесь будет ему потому что да еще не забудьте предварительно ружье примерно до чистки полчаса можно часика можно вообще сутки поставить ружье именно вертикально чтобы масло слилось кстати разборка ружья не обязательно можно просто заменить масло и все тут опять же мне еще очень любопытно как она вообще из чего она состоит как она работает честно сказать не представляю даже как вообще этот механизм работает так как подвох я начинающий и масло то практически нет а должно быть примерно грамм 50 так устроили воздух здесь не масло здесь уже даже больше эмульсия который очень до эмульсия хорошо что даже делаем итак по поводу масло что хочу сказать по поводу масло именно свое мнение в общем я считаю что нужно использовать то что я считаю я буду использовать воем ружье трансмиссионку именно синтетику кто-то говорит что вообще не принципиально хоть минералка хоть синтетика я считаю что это принципиально должна быть синтетика во первых синтетическое масло оно намного качественнее оно намного стойче к перепадам температуры это раз ну даже понятно что вот даже минералки если залить оно в воде не застынет потому что там все равно температура плюсовая да но пока вы будете ружье вести допустим в багажнике при минус 10 масло успеет застыть загустеть застыть и в воде при плюс там 5 9 градусов она будет очень долго отходить поэтому синтетика она даже и не застынет и она при плюсовой быстрее просто отойдет это чисто мое мнение потом почему я считаю что нужно лить именно трансмиссионку а не там какое-то моторное масло чем отличается вообще моторное масло от трансмиссионки отличается на просто базы присадок они совершенно разные у моторного масла там присадки которые борются с окислением всяким там то есть у них именно скользящих вот этих вот меньше у трансмиссионных масел них база присадок идет чисто противозадирная у них нет там никаких ну здесь тоже кислотных сред никаких нет еще каких-то там температурных воздействий тоже здесь нету поэтому суда идеально подойдет именно масло с присадками противозадирными то есть это песок все какие-то тут механизмы я не думаю что здесь какие-то нагруженные механизмы есть скоростные ну поршень тут бегает но температура здесь я считаю такой запредельный нет поэтому смысл здесь применять масло с таким присадками я считаю что это любой бренд может быть синтетика тем более вот я зашел в магазин просто не 100 грамм масла нужно хорошего синтетического самого жидкого 75 на 90 синтетика 300 почти 400 рублей литр стоит и мне на 100 грамм ну улыбнулись ночью нам надо на держи заплатил и там 30 рублей не налили башку от нее хватит на теперь на две замены все ничем разбавлять я сразу хочу сказать я не буду этого делать потому что сразу же нарушается структура масла она разжижается и вообще как она будет взаимодействовать между собой не неизвестно может вообще свернуться даже смысл не вижу никакого разбавлять так керосином или еще чем-либо да слушай тут у меня имуще ладно хватит трендеть откручиваем надульник верхнего откручивается от руки легко после того как мы спустим воздух воздух спустили надувник откручивается легонечко сразу ведем контроль чё тут никаких задиров ничего нету тут типа манжетов наверно каких-то стоит это все будем чистить и давайте вот я так понимаю поршень у нас торчит поршень не разбитый все в порядке да это поршень поршень мы наверное вытащим сейчас вот мы его вытащили вот такой вот поршень потом покажу поближе смотрим тут на резиночки никаких потресканий у них нету ну вроде все прекрасно разбиты никаких дефектов я на нем визуальных таких прям уж не вижу так сначала тут получается что дальше делаем я может духом масла пахнет но песка сколько набралось визит все надо же убирать внутри там вообще жесть масло чего уже сворачиваться так но это надо будет придется нам мыть как я это буду мыть я вам сейчас подскажу так с чем у нас здесь слушай ну здесь вообще жесть и короче тоже резинки все целые песок есть песка нету тут уже просто идет свернувшиеся масло такими прям сгустками еще скорее всего здесь то ли литол то ли что-то такое было резьбу наверно мазали литолом или резинки потому что мы прям свернувшиеся все так нам нужно сейчас что сделать вытащить ствол скорее всего через этот шплинт выдавил шплинт и снялась рукоять здесь какой-то поролончик видать для плавучести добавлен какие-то регулировки идут что еще можно скорее всего вот металлический шплинт вот здесь и расплинтовывает ударно-спусковой механизм снялся курок у нас спусковой крючок если говорить на оружейном языке такс ну че у нас тут выдавил я шплинт пока ничего не выходит дальше че может быть снова сюда наверное не то я что-то делаю самое главное когда что-то делаешь когда ты не понимаешь что ты делаешь не применять на это сверх каких-то там усилий все легонечко также с огнестрельным оружием легонечко и тихонечко итак разобрался как дальше разбирается у нас здесь в задней части оказывается есть будет еще одна гаечка ее выкручиваем затянута она в это выкрутилась обычной пластиковой задней частью пластиковой ложки так что не сильно затянуто на будущее как бы тоже сильно не надо затягивать вот она это гаечка наверное обратную сборку я все-таки покажу в макро здесь еще есть остатки масла поставим в раковину вот он собственно сам ствол ружья майс слушайте ну да безобразие простейший механизм никогда не думал что он он настолько прост по моему арбалет сложнее да безобразие простейший механизм я думал что то здесь сверхъестественное такое а тут оказывается ничего такого-то и умного нет сейчас я в макро режим перейду и расскажу примерно как это действует ну что тут думать то алюминиевая трубка или бывает еще из нержавейки я слышал потому что говорят там у него ствол из нержавейки здесь ведь очевидно алюминий довольно таки толстый поршень пластиковый из какого-то пластика наверное супер прочного манжеты резиновые как по типу на насосе на ручном поршень у него сзади хвостовик такой в прессовом металлический зацепом и манжет поршень загоняется у нас получается и здесь удар спусковой механизм обычный зацеп который там в действие приходит тоже простая система вообще простейшие просто шпилька просто шпилечка подпружиненная типы жиклера знаете вот так вот на который ставит сверху вот он регулируемые у нас получается спусковой крючок то нет ты на нее на него давишь он шпильку подпружиненную давит вверх это шпилька здесь давит на эту планку и происходит выстав простейший просто механизм я ожидал чего-то такого тут эти технологии и все вот он поршень уходит в ствол туда здесь зацепляется а где же у нас воздух у нас слушают 3 7 что полностью закачивается получается так слушать получается вот это у нас не кожух нифига это ресивер все закрывается накачивать сюда воздух давление где-то меня получили по весам по обычным весам которого измерять вес человека то есть гарпуну втыкаешь и до середины его догоняешь ружьем должно примерно 25 килограмм 22-25 я 25 делаю вот и все в общем что мы сейчас делаем заболтался евгений все это отмываем также ствол единственно пластик резинки в кипятке я не буду это все отдельно все со ствола снимаем все резинки здесь осталось только металлические части вот это я точно так же сейчас мою под краном долго горячей водой просто горячейся чтоб смыть смыть все песчинки которые могли туда попасть масло вот что-то типа песчинок есть да мою это все под горячейшей водой также ресивер весь внутри вымывают ну я считаю что это если мы даже я огнестрел так чищу то вот этой вот пукалки точно ничего не будет и какими-то бы ты ёршиками здесь все это не использую какими бы маслами растворителями ты бы сюда не залазил то ты песчинку с резьбы там ствол там ровно идеально с каких-то пружинок он там какой-то механизм стопор вот тут щели в шептал шептала наверно назовем это но она и считала ты все равно их так идеально не вычистишь лучший способ это будет кипить . все и потом идеально просушить в общем я иду в ванну я иду в ванну это все вымываю чищу промазывать мы будем чтобы масло здесь не взаимодействовал не с баллистолом не с какими-то растворителями которые могут разрушить вообще всю структуру масла мы все поршень все промазываем этим же маслом аккуратненько там ваткой а лучше даже не ваткой а салфеткой бумажной чтобы потому что вата ворсу оставляет и вето что же оставляет ворсинки лучше вот кухонные салфетки самого же варианта все моем чистим сушим собираем обратно порядке и далее покажу как мы будем заливать масло в него и сколько да еще главный момент разбираем насос и точно так же мы его весь прочищаем внутри и везде также смазываем этим же маслом и для насоса нужно будет потом сделать тоже какой-нибудь герметический герметичный чехольчик чтобы в него также нам что он открытый не клапанов никаких нету песок в чехле в сумке в машине в лодке все равно пыль грязь все это засасывается и потом ты загоняешь это все в ствол ствол можно будет песком повредить легко тем более алюминиевый так что насос мы также разбираем у всех насоса разного но я надеюсь проблем с этим не будет и также я его промываю весь также буду промывать кипятком все идем мыть разобрал насос на насосе ну тоже примитивный механизм тут литол у нас залит поэтому сами понимаете литол очень сильно в себя все таки за за тем более тут просто дырочка да и все песок в нем все весь соберется смываем его нафиг и так пролили все это хорошенько кипяточком под хорошим таким напором теперь берем сухие салфеточки и начинаем все протирать резьбу старой зубной щеткой кладем на салфетку отлично вот вдоль резьбы берем вот так вот и пошел на салфетке убираем весь песок весь старый литол и чудес ну все резьба сразу чистенько берем лучше салфетку перевернуть а лучше не экономить протираем хорошенько ствол поаккуратнее с зацепами чтобы не осталось нигде там каких-то ворсинок от салфетки все здесь вот резьба внутри тоже с песком видно отсюда щеточка плохо залезла лучше бы конечно вот это вот эту процедуру проделать до проливания до проливания кипятком сейчас придется мне еще раз эти ствол проливать кипятком сейчас я хорошенько почищу потому что летела оттуда ужасно ну прям два витка резьбы было забито в конце ствола так ствол отложим пока вот сюда его его еще раз буду проливать кипяточком так теперь верхнюю крышку ресивера то же самое грязи было так себе я бы сказал грязи было белая шняга всякая но это свернувшийся масло эмульсия так называемая она уже свернута прямо с густки а я кстати вот когда последние дни нырял на холоде уже на улице было минус 7 какая вода была я не знаю но ружьишка слабенько было чувствовалось женщину было слабеньким чувствовался масло густело она не давала ему расходиться но в принципе эта деталь у нас нормально мы сразу же берем от него резинку вот это вот и и тоже тщательно протираем всяких спусков всего прочего смотрим на наличие никаких потрескиваний не было так смывали все форяди смотрим вода есть нет все сухо и нормально одна штучка есть насос насос у нас как бы проливается в принципе легко ну вот внутри его хорошенько пролить и почистить от песка нужно будет вас снимать эту головку снимать я ее не хочу скорее всего там запрессована вообще и влагу оттуда также будем применять оружейный шомпол будем загонять туда будем загонять туда сейчас я эту насадку возьму салфеточку и салфеточка я буду удалять влагу то удалить это принципе не проблематично просто можно положить батарея на высохне но это время как бы если у нас конечно есть умножить так я предпочитаю сразу же все сделать убрать уже смазать его с манжетик потираем есть чтобы внутри там под манжетом нигде не затаилась какая-нибудь загустевшая бяка еще хуже песок с пашенек вообще но еще потом протрем так у нас клапан задний клапан который я выкрутил так же весь протираем масло там масло промокну сейчас масло и задний клапан также резьбу мы щеточкой очищаем чтобы никаких причинок тут у нас не было вот и все так с этот резиночки ствольные кольца так скажем короче все максимально очищаем протираем все очень на самом деле просто не бойтесь это делать сами ничего в этом сложного нету я это тоже делаю впервые но это делать надо обязательно иначе ружье у вас просто-напросто испортится или не будет стрелять будет мазать еще что-то тем более штука это опасная сами знаете тут и давление да и не дай бог какие самострелы чтобы лучше все проконтролировать просмотреть нет ли никаких там выработок или еще что-либо сломано поэтому я считаю что это как парашют нужно собирать самому и разбирать естественно тоже так теперь на самом главном части ресивер ну вот видно ресивер только кипяточком я его пролил и сразу же в нем видно что он реально чистый а был грязью берем в ком салфеточки плотненький такой смотрим на наличие пищи на каких-либо ну вроде ничего не все тихо чисто и прекрасно откладываю ну что пойду я еще раз ливану ствол потом найду насадку на ружейный шомпол ствол внутри пройдусь с салфетками и насос посушим и будем делать обратную сборку уже в макро режиме чтобы он был ясно понятно кто-то хочет посмотреть более приближенно как собирается или разбирается ружье на самом деле все вообще наипростейшее не ожидал даже что будет все так очень просто и не замудрено сейчас пойду ствол пролил ствол пролили под ствол салфеточки меняем так как это самая важная деталь скорее всего самое дорогостоящее также прогоняем всю резьбу салфеткой потому что в резьбе будет влага так как все так пусть он пока лежит здесь сейчас мы будем поднимать петлю петля есть тут петля не получится решеком давай сейчас будем делать чуть-чуть тут влажность знаю как мы это сделаем знаю нам понадобится ниточка ниточка понадобится то есть привязываем салфетку на ниточку вокруг даже я бы сказал капроновая нить такая попрощнее обычно нитка для шитя не пойдет можно там бумажку оставить привязываем вот так вот веревочкой загоняем туда с помощью любого предмета длинному шампулу он даже горку пойдет салфетку туда а ниточкой назад ее вытаскиваем так берем капроновую нить все таки развязал берем кусочек салфеточки у меня такая петелечка здесь типа удавочки заложу туда переламываем и запихиваем это все в трубку насосом берем можно шампул можно тот же гарпун и веревочкой назад вытаскиваем все вот тут грязь литол повторяем процедуру несколько раз пока не будет все чисто закончили процедуру с насосом также резьбу у него еще раз прочищаем 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 так здесь смотрим на свет все чисто и сухо далее что мы делаем протираем собственно протираем сам так скажем наверно этот поршень у насоса внутри резиночку там от литола убираем все говно потому что там по любому скопился песок ну и все теперь макнем сам манжет в трансмиссионку и отправляем его туда походили с насосом все отставляем его в сторону я говорю лучше хранить его в герметичном каком-нибудь или пакете в плотном чтобы он не рвался ничего ну или что-нибудь придумать какой-нибудь герметичный чехол для него чтобы туда ни песок ничего не попадало маслечко мы пока закрываем и проделываем ту же самую историю со стволом шептала в принципе можно снять тут вот штифт стоит ничего там затруднительного такого и нету снять что ли если легко пойдет то сниму да легко идет беспроблемно что мне нравится то что все непринужденно легко как раз протираем само шептала ну не бойтесь его снять неправильно его не поставишь то есть обычный крючок протираем его загоняем в нашу петелечку уменьшительно ласкательно все называю сам хочу от этого избавиться и прогоняем сквозь ствол и прогоняем сквозь ствол шептал вот и все здесь веревка не обязательно но я на всякий случай надел так знаете потому что здесь у нас отверстие это не глухое да на стволе есть царапины прямо видно вот это как раз и говорит о том что ну не глубокие благо что нет таких прям борозд нету просто есть царапин на зеркале а это не айс вот чтобы таких вот царапин не было на свале нужно почаще менять масло и делать чистку в скобках техническое обслуживание пневматического ружья но оно так то чисто и все такс 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 еще что ли прогнать чистенькое сейчас продаем досадно но ладно что ж теперь поделаешь да последнюю так как в конце у нас резьба последнюю контрольную салфетку сквозь ствол поэтому веревочку все таки понадобится мы прогоняем до резьбы и потом обратно потому что салфетка сквозь резьбу задирается вся потрошится и становится замахряется так скажем и оставляет за собой нехорошие штучки до резьбы догнали и хорр и хорр сходим его обратно все ствол чистенький он был чистенький раз два три четыре ну по кругу прям бороздки такие неглубокий прямо вот серьезных конечно борозд нету но это очевидно что это песок печалька ладно мы вроде все почистили кроме 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 так ствол тоже давайте сразу поставим шептал на него чтобы его не затерять также аккуратненько без всяких там излишеств вот молотков зубил шептала поставили назад пружинка на месте все проверяем все работает пружинка никуда не потерялась не вывалилась и все словно в стороночку все вот эти вот салфетки грязные мы их убираем мусор так с клапан закачки воздуха мы протерли это протерли сам поршень теперь сам поршень протираем смазываем ага у нас еще что тут штука вот эта заднюю часть забыл помыть сейчас тоже я пойду кипятком всю прогоню так же мы ее всю высушим всю протрем внутри резьба здесь есть резьбы нету но проливать надо обязательно это удобно проливать ни руки не жгут тут ручка есть а блин ствол насос вот это все но тут то тоже за фонарь держался проливал так проще всего было а это пришлось все ручки жгет конечно перчатки тряпки там наматывал что то придумайте подготовьтесь к этому ручки будет жечь такс насос у нас готов это все готов поршень я так то протер вот его нужно будет сейчас но это перед установкой это сейчас все при сборке сейчас я пойду промою хорошенько я не знаю как этот механизм наверное будет называться стольная коробка как у огнестрела пистолет пойду я все это сейчас промою хорошенько ну так же все просушу не буду показывать все одинаково проверяем резиночку здесь чтобы она тут ничего не лопнуто что я была не потрескана если потрескана естественно все это заменяется сейчас все проливаем чистим и я в макро режиме будем уже тихонечко медленно собирать поэтому это видео будет полезно для тех кто хочет разобрать ружье марис министен но очкует ничего здесь очкового нету никуда не надо нести специалистам туда же по моему самый криворукий ребенок справиться с этим то есть проще некуда мне даже показалось это проще чем гладко ствол чистить проще ничего сложного нет все таки решил я продолжить на камеру чистку задней части пневматического ружья гамарис министен опять берем новую салфетку сушим ее можно и подольше подержать под кипятком потому что хорошенько чтобы прогрелась она тогда стоял вытаскиваешь секунд десяти сама от того что температура высокая просто под краном так все тут просматриваю все внимательно протираем здесь есть отверстие оно довольно таки глубокое в нем было тоже масло тоже его пролил хорошенько дождиком струей кипятком так же но оно глухое как туда оно не задувается поэтому его нужно будет посушить активно обычными обычными ватными палочками загоняем туда ее и чистим сушим верни чистим сушим так же сейчас мы на нее накинем тавочку чтобы поглубже загнать той же отверточкой все все и палки меняем так же вот на веревку наматываем за петлю берем ватную палочку все это наматываем для того чтобы ее выдернуть потом а не осталось она там вводим до конца все делаем предельно аккуратно веревку не ослабляем а держим пальцами в натяге чтобы она не раскрутилась потому что может остаться там палочка потом как ее вытаскивать я не знаю все здесь вроде бы сейчас сухо все в порядке лишняя вода нам не нужна здесь она и так сюда попадет при охоте но наша задача чтобы она сюда попадала максимально ну не то что меньше тут уже от нас не зависит тут все зависит от уплотнения колец но у меня эмульсия ну я не знаю это вроде бы как бы этого не избежать она в любом случае будет эмульсия потому что все равно ружье контактирует не то что контактирует оно находится непосредственно в воде поэтому этого всего не избежать главное не забывайте почистить менять масло полную разборку кстати не обязательно делать можно даже просто сделать замену масла как это сделать мы ружье оставляем также на час отверстием для насоса вниз масло все стекает также в ванночку шило нажимаем воздух весь сливается масло все сливается и обратно закачиваем просто в принципе можно даже это сделать знаете как типа промежуточное такое то для ружья можно в идеале не лениться а сделать даже я наверное буду это делать не лениться потому что ружье стоит не дешево это не арбалет там 3-4 тысячи это все таки блин 10-12 тысяч хочется чтобы оно пожило подольше все сухо и отлично делаем обратную сборку так с колпачоком тоже надо бы наверное прочистить песка-то да еще надульник самое главное тоже не забыть резьбу там не почистили уже так говорится штрихи мало важные почему я не применяю всякие растворители в принципе можно но я считаю что блин лучше вода кипяток тут цель-то какая смыть песчинки все грязь выработки никакой нету стружки нету копоти нагара какого-то точно нету поэтому где-то застрянет лишняя капля растворителя еще что-то блин масло может не повзаимодействовать между собой и что он там внутри будет фиг его знает загустеет или еще что-нибудь потом вот в сети выковыривая вот этих вот всех дырочек механизмов поэтому я считаю лучше вода высушить все протереть тщательно и залить сверху новенькое свеженькое масло синтетическое трансмиссионное пусть то будет АТФ то есть АТФ или там она для вариаторных коробок идет в принципе тоже подойдет но это одно и то же туда Декстрон 3 он очень похож и что там у нас еще для автомата АТФ для автомат коробок ну есть Декстрон 3 все туда льется вот так вот я буду обычную трансмиссионку синтетику жидкую итак начинаем обратную сборку ружья пневматического подводного после техобслуживания или правильно будет наверное чистки все таки берем масло то которое мы сейчас будем в него же и заливать значит поршень амакаем в это масло до манжетов и загоняем в ствол загоняем его в ствол доводим до зацепа с шепталом все зацеп с шепталом у нас есть все на месте поршень на месте да? ну да вставляем вставляем ствол в ручку вставляем ствол в ручку смотрим чтобы он смотрел смотрел ну все он в своем позоре если вы его вставите правильно все он не двигается не все тут не ошибешься и вкручиваем задний клапан это задний клапан у нас получается куда мы закачиваем воздух и в тот же момент это крепежный винт самого ствола со ствольной коробкой я использую такую вот пластиковую ложку все затягивать в принципе тут ну сильно затянуто не было ну так себе завинтили задний винт следующим будем вставлять спусковой крючок все так же он вставляется легко и просто заводится у нас магазин так все выставили его на просвет и видно что он на месте и впрессовываем шплинт шплинт доводим до конца еще еще немножечко может чуть утопить чтобы из той стороны был немножко утоплен так и есть все курок у нас на месте он работает не сбрасывается не сбрасывается проверяем все линия сбрасыватель тоже работает линия сбрасыватель кстати изготовил сам родной у меня сломался ну покупать бегать времени не было вот изготовил сам из трех спаянных склеенных эбоксидной смолой между собой плат наверное заготовка под плату что там у нас экстолит идет или текстолит не знаю короче ну в общем сделал сам устанавливаем ручку саму одним шплинтом проще простого тамочаться у меня нагрянули устанавливаем вот эту разрезную для чего она здесь служит я к сожалению не могу сказать устанавливаем коронкой вниз и устанавливаем резиновое колечко которое здесь стояло к сожалению тоже не могу сказать какую роль это все здесь выполняет это стопорное кольцо получается уплотнительное кольцо далее у нас получается все уже практически собрано осталось только одеть кожухи чем мы сейчас и займемся надеваем кожух главный который большой так берем ватную палочку мочим ее в масло которое мы будем заливать и промазываем уплотнительное кольцо уплотнительное кольцо сейчас я это уберу вот это вот кольцо уплотнительное все промазываем этим же маслеском чтобы просто при одевании его не задрать вот вроде все промазано пока ставим латка вам пригодится и одеваем ресивер есть вот отделились вверх плотненько пошел у нас довольно таки плотненько следующим этапом у нас будет тогда мы сейчас еще и вот это уплотнительное кольцо тоже смажем смажем смазываем все тем же маслом никаких других применять и не надо вот латкой мажем можно и побогаче прямо обо масле все равно все будет потом маслем и одеваем верхнюю крышку пока не спешим одевать у нас тут тоже есть уплотнительное кольцо которое мы тоже смажем да и канавку тоже все помажем лишним не будет все и одеваем все это дело на место немного так вот покручиваем но тут без усилий сразу без фанатизма немножко покручиваем это знаете как вот в шприц ставить сам поршень то же самое резинки плотные ресивер довольно таки знаете это алюминиевая труба тонкая дабы не порезать ничего все выставляем саму трубку прицельное приспособление так же то есть фонарь у нас так же чтобы ровно стоял как он до этого и был выставляем по трубке чтобы ничего у нас не кривило примерно вот так то есть сначала выставляем фонарь по ручке вроде ровненько относительно и потом верхний колпачок так же прокручиваем и устанавливаем его тоже по мушке вертикально например где то что то вот так вот все равно это все относительно далее у нас палочку мы сменим на новую так же промажем резьбу на которую у нас накручивается надульник этим же маслом все делаем и накручиваем надульник до накрутки надульника как бы стараемся ружье не трогать как мы вот его настроили приспособление вот эти прицельные ресивер как выставили все потом уже аккуратно затягиваем от руки затягиваем ну вот ружье и собрано у нас осталось только заправить его маслом и и оно готово оно будет лежать и ждать своего сезона то есть весны еще раз проверяем прицельные приспособления ровно ли они выставлены все в порядке фонарик выставлен ровно все отлично далее заправка масла нам надо примерно 50 грамм плюс-минус это вообще как бы не принципиально больше не надо и меньше тоже у меня здесь вообще не знаю сколько здесь вот ну пусть еще там на стенках осталось но это вообще ни о чем смотрите ну тут грамм 10 было закачиваем насосом собственно это масло набрали в насос масло заворачиваем его и загоняем не забываем нажать на курок потому что вспоминайте то что у нас поршень зацепит шепталом поэтому чтобы не порвать нажали на курок чтобы поршень пошел по стволу вот закачали масло примерно грамм 30 я сейчас туда качну ну судя по банке я вижу сколько насос собирает сейчас еще грамм 20 еще грамм 20 примерно где-то так даже чуть-чуть солью примерно где-то вот так вот и повторяем процедуру закручиваем насос только теперь на курок уже нажимать не надо у нас поршень зацепа ушел закачали теперь сразу же докачиваем это до следующего остаётся у нас смесьоночка синтетика 75 на 90 и забиваем ружье примерно килограмм у меня оно хранится будет до весны до апреля считай килограмм 10 будет достаточно забить просто чтобы ружье было и не нагружено и все равно под давлением немножечко все вот воздухом сейчас только что поршень догнала к дульному срезу так его назовем пятнашечку и надо примерно набить дабы хотя бы ну после этого чтобы ты конкретно знал что ружье все в порядке оно держит а то приедешь вот так вот после этого потом на охоту начнешь качать ну лучше естественно надо будет дома накачать все это дело перед выездом уже ну я думаю пока достаточно теперь мы берем собственно сам гарпун резьбу не бросайте никуда вот просто сейчас надо будет еще герметично все это дело упаковать положим так вот берем наш гарпун и ружье пару раз заряжаем и разряжаем так же все в пол упираем в пол заряжаем нажимаем спусковой крючок чтобы гарпун сошел то есть проверим работоспособность ружья на низком давлении то есть на десяточке примерно где-то проверяем если все в принципе работает сбрасывается можно докачать еще пятерочку примерно 15 килограмм и оставляем храниться его на зиму но если охотиться вы еще зиму охотитесь то в принципе докачивайте до рабочего давления и вперед но все-таки лучше докачать до середины до пятнашечки так скажем и проверить позаряжать проверить на работоспособность сейчас мы это и сделаем ружье доводим все оно зарядилось так же нажимаем и отпускаем гарпун 3-4 раз будет достаточно добиваем до 15 килограмм упаковываем ружье в какой-нибудь чистенький пакетик так же насос упаковываем или добиваем до рабочего давления и едем на охоту ну вот и закончилась чистка ружья чистка разборка ТО как вам больше нравится ничего сложного нет в принципе все сам можешь сделать если тебе это интересно не надо никуда носить ремонтировать в смысле отдавать на ТО за это какие-то деньги чистой воды вам надеюсь был полезен всем пока 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 я